В легитимности голосования сомнений нет. Это признают все фракции, представленные в областном парламенте. Представители политических партий сами участвовали в разработке поправ в Конституцию. Кроме того, часть общественных наблюдателей была сформирована и направлена на участки региональными отделениями партий. Есть ключевая поправка, поправка, которую внесла партия в России, которая была принята, индексация пенсий. И реже одного раза в год. Это действительно очень важно. Мы считаем, что это правильное решение, что оно вошло в Конституцию. Еще до старта процедуры общероссийского голосования по поправкам шли бурные внутрипартийные дискуссии. И несмотря на полярные позиции и предложения, важнейшие вопросы будущего страны нашли отклик у сторонников различных политических взглядов. Каждый должен был прийти и выставить свою позицию по озвученным вопросам. Поэтому наши сторонники, члены партии, люди с активной гражданской позиции, они все приняли участие в голосовании и высказали свое мнение. Наблюдатели и активисты политических партий следили не только за соблюдением легитимности и прозрачности, но и за соблюдением мер санитарной безопасности в ходе голосования. Не было у нас нареканий от нашей партии, от наших наблюдателей, не было нареканий по фальсификации, каким-то таким другим вещам. Действительно, это государство образующее, система образующая. Я действительно благодарен, что на таком высоком уровне, с высокой защитой населения, в том числе и бережно, на высшие всякие похвалы. Все рек отделения партий также приняли активное участие в голосовании за присвоение Самаре звания города трудовой доблести. Такое сплочение во многом и помогло принятию президентом страны исторического решения. Сейчас, когда узнаешь все больше истории, это впечатляет, очень сильно впечатляет. Это очень большое событие, очень хорошее событие для всех жителей региона. По словам Дмитрия Азарова, жители региона проявили высокую гражданскую активность в голосовании по поправкам в Конституцию, что говорит о консолидации власти и общества. Я думаю, то, что время пришло укрепить фундамент государственности, конституционного устройства, вот теми поправками, которые были внесены, все-таки мы все согласны. Понятно еще раз, говорю, что идеи было много, да, и высказывались дополнительные идеи. Но те, которые были поддержаны сейчас населением, они, на мой взгляд, общество консолидирует. В завершении встречи Дмитрий Азаров поблагодарил руководителей рек отделений партии за активную позицию на голосовании. Сергей Павлов, Александр Каракулько, Новости губернии. Не каждый год власти поправки в Конституции, только масштабные голосования.